Более 200 выпускников 9 классов пополнили ряды студентов юридического профессионального колледжа Национального университета Одесская юридическая академия. С этим важным событием юных юристов поздравил президент университета, заслуженный юрист Украины, академик Сергей Кивалов. Подробности торжественного мероприятия в материале наших корреспондентов. Более 200 выпускников 9 классов сегодня официально стали студентами Юридического профессионального колледжа Национального университета Одесская юридическая академия. После подачи документов и всех вступительных экзаменов в актовом зале университета прозвучали фамилии молодых людей, которые прошли сложнейший конкурс из почти 300 желающих. Теперь им предстоит приобретать и накапливать знания, совершенствоваться и расти как юристы. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что ранняя профессиональная ориентация очень положительно сказывается на подготовке специалистов, на подготовке юристов. Вот после 9 класса мы в этом году сделали очередной набор, рекордный набор. 220 человек только после 9 класса будут зачислены студентами Национального университета юридической академии. Почему я говорю студентами? Потому что они после третьего года обучения становятся студентами третьего курса любого факультета, который они выберут. Я имею в виду тех, кто учится в юридическом колледже. Это очень хорошая и эффективная система обучения, непрерывная система обучения. Мы первые вообще в Украине, кто предложил такую систему 24 года назад, систему обучения. Мы первые создали вот такой колледж в структуре университета. Я считаю, что оправданно. Выпускники школ уже стали частью юридического профессионального колледжа. Но на этом вступительная кампания не заканчивается. Сейчас идут вступительные экзамены для поступления в колледж у выпускников 11 классов. В нынешнем году преодолеть высокий барьер баллов внешнего независимого оценивания удалось далеко не всем выпускникам школ. Процент не сдавших ЗНО как никогда высок. Именно для таких ребят вуз предоставляет уникальную возможность не терять год, а поступать в юридический колледж. Здесь у способных ребят с желанием учиться есть прекрасная возможность получить качественное высшее образование европейского уровня без ЗНО. Сегодня, завтра будут сдавать у нас те выпускники школ, которые закончили 11 классов, не сдали какой-то предмет ЗНО. Они будут сдавать у нас экзамен, два года будут учиться у нас в колледже и тоже станут студентами третьего курса того или иного факультета Национального университета юридической академии. То есть мы поддерживаем тех ребят, у которых есть желание учиться, но по каким-то либо причинам они не смогли там дотянуть какой-то бал. Я думаю, что это очень хорошо, что есть такая поддержка. Сегодня для всех визначена подия. Сегодня абитуриенти стали студентами Национального университета Одесская юридическая академия, а именно юридического фахового колледжа. Тому для них это очень важный день, это основной этап в их жизни, это начат, старт их успешного будущего. Потому что именно в нашем юридическом фаховом колледже есть все условия для того, чтобы себя реализовать в полном обсязе и в профессиональном обсязе. И для этого все у нас есть. Наши выпускники после закінчения учения автоматически стаются студентами Национального университета Одесская юридическая академия. То есть они не переживают, не тратят свои нервы на то, чтобы стать студентами. Это благодаря нашему президенту Сергею Васильевичу Кивалоу, потому что саме он проводил данную программу, которая помогает нашим студентам. Самый ожидаемый и волнительный этап для выпускников девятых классов позади. Будущие студенты сдали вступительные экзамены. Именно их результаты учитываются при поступлении. Ежегодно молодые люди показывают высокий уровень своих знаний. И этот год не стал исключением. Было очень волнительно, потому что ты не знаешь, что там будет, как там будет. Нам объясняли то, что вот вы приходите, будут там билеты, а как они будут проходить. И настолько волнение было, что все как будто забылось. Я когда забирала билет, у меня руки тряслись, я не могла, все, у меня мысли было кучи. И когда села, начала писать, то сразу все мысли у меня в одно. И я говорила уверенно и рада, что собралась вовремя, потому что очень было волнительно. Выбор этот был обусловлен тем, что мы семья юристов. Папа наш оканчивал юридическую академию. И, конечно же, это стало решающим в выборе конкретно этого юридического колледжа при юридической академии. И, безусловно, сыграло свою роль. Это преподавательский состав, это материально-организационное обеспечение. Ну и, собственно, вот мы здесь находимся, и мне здесь нравится. Вот. И мы были как-то уверены, что все это поступит. Безусловно, это было волнительно. И в тот день, когда она волновалась, мы весь с ней пережили все эти моменты. Мы довольны. Генеральные прокуроры, судьи Верховного суда, народные депутаты Украины, адвокаты, нотариусы, доктора юридических наук – все они могут быть выпускниками юридического колледжа Одесской юракадемии. И стоит отметить, что все новоиспеченные студенты пришли в учебное заведение с большими амбициями и планами на карьеру. В юридический колледж я поступаю, дабы дальше поступить в академию. Вот. Юридическое образование мне нужно для определенного спектра знаний, который обязателен для более обширной картины мира. Интерес у меня возник несколько лет назад, когда я определилась с некой целью в жизни. И с тех пор я знала, что поступлю и первым моим юридическим образованием будет это. Я не вижу смысла оставаться в школе. Мне кажется, что я просто бы потеряла время. Тем более сейчас дистанционное обучение, и в школе оно проходит не так гладко. Я помню, когда я пришла в первый раз в колледж, я увидела, насколько люди заинтересованы вообще этой профессией, сферой, и меня это очень удивило. То есть нет такого, что просто отстреляться и пойти. Также я решила, потому что мне очень интересна эта профессия, эта сфера, и мне она интересна. Я не знаю, может я, скорее всего, я поступлю в юридическую академию после колледжа. Я считаю, что если ты определился с профессией, то юридический колледж – это очень хорошая возможность за эти два года не просить же быть в школе, а уже получить профильное образование. Мой дедушка был юристом, был судьей, и я с самого детства мечтала пойти по его стопам и стать также судьей. Просторные классы, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав и иностранные лекторы из ведущих вузов Европы и США. Все это ждет более 200 первокурсников. Университет расположен в самом сердце Южной Пальмиры, поэтому студенты, обучаясь здесь, могут чувствовать весь неповторимый одесский колорит и сполна насладиться жизнью в курортном городе. Мне очень понравилось, что здесь очень высоко квалифицированные преподаватели, то, что приезжают зарубежные преподаватели. Это очень круто по сравнению с остальными учебными высшими заведениями. Я выбрала юридический колледж, так как меня интересует юрисдикция. После девятого класса, потому что больше возможностей, потому что я уже начинаю набивать корку, уже могу и выйти на практику после, по-моему, второго курса. Я буду более опытным специалистом, пройдя колледж, помимо университета. Юридический колледж Национального университета Одесская юридическая академия впечатляет своим масштабом всех, кто хоть раз переступил порог университета. Практика показывает, кто побывал в стенах университета хоть раз, обязательно останется здесь учиться. Ведь в их распоряжении самая большая в стране научная библиотека, современные спортивные комплексы и залы Одесской юракадемии. Я выбрала юридический колледж, потому что я мечтала еще с детства стати юристом. И ця профессия очень престижна в наш час и очень популярна. Я была в колледже и в академии уже не вперше. И мне очень понравились эти условия, которые созданы для учения. Все очень красиво и мне очень понравится. Я поддерживаю свою доньку в своем выборе. Мы не впервые были в колледже, мы были в колледже, наверное, р год назад. Мы зайшли, нам очень понравилась атмосфера, мы зайшли, все очень приятно. Все студенты в форме, это прекрасно. Мы зайшли, наше первое впечатление было позитивное. Нам очень все понравилось. Потом мы приехали в другую, узнали все про колледж, про академию. Ну, я считаю, это на лучший выбор. Это на лучший выбор. Донька задоволена. Мы получили все испытания, все это пережили. И теперь мы очень рады, что мы тут. На самом деле я очень давно об этом решила и думала давно. Но и как-то раз мы пришли просто на день открытых дверей. Я увидела в инстаграме трансляцию, решила познакомиться. Так и меня затянуло как-то. И очень понравилось вообще направление и республикация. Студенты признаются, с выбором будущей профессии советовались с родителями. Как дать подростку действительно полезный совет, который станет отправной точкой в его взрослой жизни. Многие родители не понаслышке знают об уровне преподавания в юридической академии. Более того, многие и сами являются выпускниками вуза. Потому с полной уверенностью доверяют своих детей одному из лучших университетов страны. Так сложилось. Девять лет назад школы Приморского района были приглашены на стадион Национального университета юридической академии. И учитывая, что моя дочь занималась в 121 школе, мы также были приглашены. 1 сентября прошло очень красиво. И всем первоклашкам Сергей Васильевич вручал сертификаты для поступления в Национальный университет юридической академии. Естественно, это было очень символично. В тот момент никто об этом не думал, куда мы будем поступать. Но выбор пал на Национальный университет юридической академии в связи с тем, что это лучшее учреждение учебное в Украине. Огромная благодарность Сергею Васильевичу Кивалову. Это его труд, труд его команды, его руководства. Что в стенах Национального университета юридической академии учится такое количество студентов. Им предоставлены все условия. Отлично с Сергеем Васильевичем мы не знакомы, но муж мой оканчивал юридическую академию. И со слов его могу сказать, что авторитет его, конечно, беспрекословен. И очень много мне муж рассказывал о том, насколько помогает он сиротам, особенно учащимся юридической академии в дальнейшем трудоустройстве. Очень во многом. Есть конкретные примеры у нас, друзья, которым он помог и которые сейчас занимаются юриспруденцией достаточно успешно. Кто бы мог подумать, что колледжи в Украине могли и вовсе ликвидировать несколько лет назад. Ведь ранее были предприняты попытки отменить среднее профильное образование. Но благодаря усилиям президента Одесской юридической академии, заслуженного юриста Украины Сергея Кивалова, колледжную систему образования удалось сохранить. При этом ежегодно юридический колледж продолжает ставить рекордные наборы первокурсников. Мы отстаивали, мы говорили, мы обсуждали и с комитетом Верховной Рады, и сегодня сотрудничаем с комитетом Верховной Рады по образованию и науке. И убеждаем, чтобы они не приняли такое решение, не внесли изменения в закон образования, чтобы убрать вот такое среднее звено подготовка младших специалистов. Уже более 20 лет юридический колледж Национального университета Одесская юридическая академия выпускает специалистов в сфере юриспруденции, которые имеют высокий спрос на рынке труда. После завершения колледжа выпускники получают диплом профессионального младшего бакалавра государственного образца, который дает право не только продолжить обучение, но и уже приступить к работе по выбранной специальности.